Всем привет! С вами Алексей Генетик. Ну вот я на новом объекте и начинаю серию обзоров о ремонте санузла в новостройке. Сегодня в обзоре я сделаю первую часть подготовительной работы в санузле. Ну что, поехали! Так, у нас вот полотенцесушитель от застройщика стоит вот так вот. В водоснабжении от застройщика только стоят счетчики. Разводки по санузлу нет. Кухня будет на других стариках. Здесь в этих новостройках делают отдельные кухню и санузел. То есть стояки и водоснабжения разные. Будет переноситься полотенцесушитель. Точнее убираться вот вся эта вот эта часть некрасивая. Здесь будет стоять инсталляция. И поэтому было принято решение все это перенести в нишу. И чтобы только из короба торчали сами американки. Точнее даже они торчать не будут. Они будут в коробе. Полотенцесушитель можно будет вставить в короб, в отверстие. И накинуть уже в эти американки. Все будет эстетично и красиво. Так, ну вот счетчики я перенес на стенку. Здесь идет короб. Внизу будет стоять в инсталляции. Полотенцесушитель. Убил. Сами. Канель. И он просто будет выходить из код. А если ты еще не подписался на канал, жми на кнопку подписаться и на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Инсталляция установлена. Устанавливаю для инсталляции на шпилке. К стенам были смонтированы специальные площадки с резьбой. И к ним прикручены шпилки. Шпилки с левой стороны инсталляции за контрагаемые. Здесь все это дело выглядит. Вот так вот. Вы видите, что в комплекте, который идет, муфта переходная. Так как у них сами канализации другого диаметра. Поэтому на 110 трубу китует такая переходная муфта. Она в моем случае не понадобилась. Потому что сам раструб канализационный существующий он стоит намного выше, чем можно было поставить стандартную инсталляцию. Поэтому инсталляцию я ставлю своим способом. Этот способ вы можете посмотреть на моем канале. Видео называется монтаж инсталляции. Ссылочка будет в описании. И вот сейчас окошечко всплывет подсказка. Переходите и смотрите. Ну а здесь, собственно, все это вот так стоит. Сантехника полностью сделана. Так, вот такой вот у нас получается короб. Все стоит жестко. Оставляется полностью в коробе. Никаких подвижек, ничего. То есть это реально все жестко. Ну там все сверху. Так что она никуда не денется. Все будет стоять как длитой. Под люк вот в общем такое у нас отверстие получается. Надо будет люк 500 на 500. Очень часто заказчики задают вопросы. То есть не задают вопрос, а я им говорю, что стены нужно обязательно штукатурить. На что они мне отвечают, что от застройщика стены вроде штукатурят и они ровные. Могут даже гарантировать. Я даже не буду применять уровни там какие-то суперточные. Я сейчас это продемонстрирую на примере отвеса. Точнее этого инструмента еще ничто не придумано. Стены в этом санузле я уже загрунтовал. Грунтовал грунтовкой глубокого проникновения циризит СТ-17. И после того, как все это высохло, обработал еще все это бетоноконтактно. Стены получились ну прямо они монолит и плюс у них шероховатость. Штукатуриться будет отличной. А где будет суперская, поэтому стены и кафель простоят долго. Так, отрезы у меня уже барешены. Вот, смотри. Это лицевая стена, которая находится напротив входа. Сверху у нас получается 21 мм. Снизу у нас получается 21 мм. 32 мм. То есть уже 11 мм заваливает, что не очень хорошо. Точнее мы будем слоями клея что-то что-то выравнивать. Все будет ложиться под гребенка. И на этой же стене вторая плоскость сверху у нас получается. 25 мм. я просто камеру туда не могу поставить. Ну вот я вам говорю 25 мм. сверху. Снизу вот вот так весит. Тоже камеру не могу подставить туда не видно. Ну вот я вам говорю что 40 43 мм. что у нас получается 18 мм. То есть одна плоскость завалена правая на 1 мм. Левая плоскость завалена на 18 мм. То есть стена завалена на меня сверху. это еще даже очень хуже чем если бы она была завалена в ту сторону. Потому что я бы здесь выставлял это все и немного слоем бы вверх ушел. Но если снизу завалена то есть верхняя стена завалена то это даже усложняет процесс если не выравнив стены. ну это я вам говорю как бы теорию на практике на самом деле я просто стены штукатую все и выставляю свою плоскость. Для меня так работать проще. Это не сильно как бы ударяет по бюджету заказчиков штукатурки мешков 8 примерно на этот санузел уйдет и работа еще 17 квадратов по 300 рублей. Не очень это здорово. Зато стены будут плоские и работать будет комфортно. Ну вот собственно по выравниванию стен. Так что уважаемые заказчики если вам говорят что стены нужно штукатурить после застройщиков значит их нужно штукатурить и штукатурить эти стены не для того чтобы вас развести на деньги и увеличить смету а для того чтобы работа была сделана качественно и работать было проще Так ну теперь давайте подведем итоги какие работы были сделаны в этом санузле в первую очередь был перенесен полотенцесушитель все краны перенесены в короб и ничего уже не будет видно то есть будет торчать из короба только сам полотенцесушитель также был переделан узел счетчиков воды перенесен на правую стенку что также будет находиться в коробе и какие-то манипуляции ревизию там что-то подделать показания снять будет очень удобный доступ также была поставлена инсталляция под подвесной унитаз инсталляция обрамлена каркасом для гипсокартона я пока еще не закрываю потому что заказчик не привез люк затем я проштробил стены под коммуникации влево это уходит у нас под раковину подвесную вправо там будет подиум и уже за подиумом ближе к двери будет установлена стиральная машинка в общем в этом санузле будет много чего интересного поэтому если вы еще не подписались на канал обязательно подпишитесь и смотрите мои обзоры ну собственно также были загрунтованы стены глубокого проникновения грунтовкой и бетоноконтакта на этом подготовительные работы завершены я буду заканчивать свой обзор всем удачи всем хорошего настроения всем пока до новых встреч